Привет, комьюнити! И это новая рубрика Рандом Пет. Смысл в том, что фьюжу по 75 каких-то одинаковых петов, получая абсолютно разных золотых, радужных, обычных петов. Это может оказаться в Бейзик, может Эпик, а может и Лего. Потом получившихся петов, а получится их 10 штук, я зачарую на абсолютно любой зачар. Исключение, я не буду чаровать на Аджилити, потому что, ну, это абсолютно бесполезный зачар. То есть у меня уже будет 10 рандомных петов с рандомными зачарами. Это может быть множитель урона, бонус с выпадением монеток, бонус с алмазиков, а может даже магнет или роялти. Представьте, если кому-то вдруг выпадет роялти. Итак, эти 10 рандомных петов с рандомными зачарами я всех переименовываю в Бомбастик Пет. И раздаю их новеньким игрокам, у которых еще нет нормальных петов. Ну и если повезет, мы увидим их реакцию. Сегодня я буду фьюзить 75 вот этих редких аксолотлусов. Посмотрим, какие петы из них получатся. И я хочу уточнить, почему мы будем фьюзить так много петов. То есть мы будем фьюзить, начиная от трех штук. И каждый раз с каждым новым фьюзом будем добавлять на одного пета больше. То есть получится 10 фьюзов. Максимально это 12 петов. И минимальный 3 пета. Так у нас получился самый удачный фьюз с легендаркой. Это 11 аксолотлусов. И мы получили легендарного астрального аксолотля. Даже с одним таким петом новичку удастся просто за раз довольно далеко уйти. Кстати, обязательно напишите в комментариях, каких петов мне в следующий раз зафьюзить. Может и вовсе не аксолотли фьюзить, а что-то еще. Давайте сейчас переименуем всех петов. Отлично, готово. А сейчас пришло время сделать для них зачары. И это, наверное, самая интересная часть. Ведь, повторюсь, может выпасть что угодно. Даже роялти. Вот, наверное, вы думаете, круто, если роялти выпадет у леги. Но это полный рандом. И может оказаться самой лучшей зачар у самого худшего пета. Но, поскольку получать их будут новички, я думаю, они все равно будут очень рады. Смотрите, у меня получился зачар на глиттеринг. Да, я знаю, что многие его не оценят. Но новичкам халявные алмазики с пета это в самый раз. Им будет проще прокачать свои перки и купить телепорт. Итак, такие зачары у меня получились. Здесь и на радужные монетки зачар, если челик доберется до последней локи, конечно. И на алмазики. В общем, много всего очень нужного. Зачар на обычные монетки. Это вообще супер нужно на начале игры. А сейчас я пойду на общий сервер искать новичков. И буду дарить им по порядку одного случайного бомба степета. Возможно, нам повезет. И мы увидим хорошую реакцию. Первый сервер. Я думаю, первое, что мне нужно сделать, это посмотреть, кто вообще на сервере. Может, как раз на первой локации мы и найдем тех самых новичков. Там уже стоят какие-то игроки. Давайте напишем в чат. Или нет. Давайте лучше отыщем тех, кто играет. Я вижу одного игрока на примете в пустыне. Но не похоже, чтобы он нуждался в петах. Может, это читер? Здесь у нас игрок просто качается. Короче, вот тут стоит челик с одной собачкой. Сейчас узнаем, нубик он или нет. Знаете, вообще по скину он не похож на нубика. Но, может, он недавно зашел в игру. Так, он АФК. О, кто-то просит пета. Отлично. Человек просит пета и у него выключены трейды. Напишу ему в ЛС. Привет. Ты нуб в петсимуляторе? Открой трейды. И он не открывает трейды. Шикарно. Класс. Я пишу, открой трейды. Он пишет, пожалуйста, пета. Да он издевается. Стоп. Игрок в трейде? Что? Не может быть. Он принял запрос. И именно этот слопок игрок получает от нас легендарного Аксалотте. Так как он идет первый по порядку. Вот это тебе повезло, приятель. Ломатель сундуков один. Ну, теперь я надеюсь, ты будешь рад. И просить петов снова не будешь. Поздравляю. Ничего не ответил. Наверное, умер от инфаркта. Привет. Че? Нет. Этот челик сильнее меня, как бы, почти в три раза. Это будет просто позор. Торить ему петов. Я продаю, никто не покупает. Капец. Походу, у него полный инвентарь таких. И мы на другом сервере. И все, уже решила, что сама буду кидать трейды. Иначе это будет очень трудно. Может, нубики просто стесняются. И нам мега супер повезло. Аж два нуба на этом сервере. Вот, посмотрите. Раз нуб, два нуб. Я не шучу. Кому рандом пета? Мне. Отлично. Нубас получает радужного лимисцентного Аксалотли. За чаром на силу. Сила один. Поздравляю, нубас. Нечитаемый ник. Окей. Нет, 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 нет. Он абсолютно бесплатен, чувак. Абсолютно. Это такая рубрика. Да, спасибо. Ура, хоть спасибо. Зато приятно. Осталось 7 рандомов. У нас Зандер с очень маленькой силой. Тебе, приятель, достается вот этот радужный лимисцентный Аксалотль, но уже Стрэндж 3. То есть у него где-то 900 миллиардов силы. Сюда пришел совсем новый игрок. Он только что получил первого питомца. Только ваш первый питомец может иметь одну силу. У нас отличная возможность подарить ему питомца. Золотой Аксалотус с бонусом 20% к выбитым алмазам. Отлично. Сейчас мы посмотрим на этого паренька. А это не паренек вовсе. Это такой кайф иметь сильного Пета, чтобы просто на раз сносить все монетки, сундуки, ящики, подарки. Еще один нуб. Света. Сразу видно, человек понимает мой язык. Это очень хорошо, и мы подарим ей такого же Пета. Давай, Света, прими трейд. Золотой Аксалотус. Шикарно. На самом деле, я думаю, это прикольный формат. Кстати, когда я только начинал играть в Петсим, мне подарили самого крутого Пета на тот момент до минуса. А потом мне удалось выбить до Мортуса. Подарок в честь рубрики. Спасибо большое, культурный человек. Что сказать? Охренеть. Посмотрите, что написал этот челик. Чел, это как бы не тебе адресовано. Осталось всего три Пета. Как быстро смогу их отдать? Кто нуб в Петсимулятор? Раздаю рандом Петов. Отлично. Антима, держи. Аксалотль Коэнс 1. Я не скажу, что это прям нуб, но подойдет. Все равно что-то пока глухо. Ой, может ей нужен Пет? Тебе нужен случайный Пет? Нет, не нужен. Ладно, он бесплатен. Я хочу давать Петов. Понятно. Для людей. Я тоже. Ты не ангел? Не. Фипос Пес или Фипос Пес? Радужный Кам Аксалотль с бонусом 15% к радужным монеткам. Так, он мне предлагает Пета. Он торгуется, но мне не нужны торги. Нет. Нет, он закрыл трейд. Почти всех Петов я отдала и, ой, кажется, мне заплатили алмазики. Блин, это не по правилам. Ладно, пришли еще новички. Шерматок. Ему достался последний Пет за чаром на дополнительные 35% с алмазов. Нехило. А ведь это последний Пет из наших рандомов. Стоп, почему-то он не принимает. Так, вот блин, снова торги. Как объяснить людям, что ничего давать не нужно? Хоть я и пишу в чат, но они игнорируют. Ладно, так и быть. Петы все равно слабые. Я просто удалю их. Так что, ребята, не давайте мне Петов за рандом. Ну и особо какой-то реакции мы не наблюдали. Разве что одна девочка сказала спасибо большое. Но если вдруг вы хотите поучаствовать в подобной рубрике, попасть в видео, получить совершенно рандомного рандома, то будет еще два таких видео. Поэтому смотрите закрепленный комментарий. И я только желаю вам удачи. Это Бомбак Тестплей. До новых видео. Бомбак Тестплей.